МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа рабочего визита депутатов Госдумы РФ Зарифа Байгускарова насыщенная. В первую очередь Зариф Загирович провел прием граждан по личным вопросам. Всего с волнующими проблемами обратилось шесть человек. Как к бывшему руководителю региональной службы судебных приставов, обращения касаются незаконченных исполнительных производств. Это алименты, взыскание долгов, возвращение правоприемнику имущества, полагающееся по наследству и так далее. Для оперативного решения вопросов на встрече принял участие начальник отдела судебных приставов по городу Кумертал Дмитрий Гаврилов. На месте были даны рекомендации, а также обсуждены пути решения вопросов граждан. Далее посещение объектов. В маршруте гимназии номер один имени Николая Тимофеевича Антошкина глава администрации Борис Беляев и депутат Госдумы Зариф Байгускаров увидели оборудованный в этом году в школе класс ОБЖ. Здесь закуплены наглядные материалы, обучающие программы, магнитно-маркерные доска с элементами дорожных знаков, разметок и машин, интерактивные мультимедийные оборудования. Задания для детей предусмотрены согласно возрастам. Так, например, дети младших классов изучают правила дорожного движения в игровой форме. Для преподавателя есть материал, есть дополнительные информации, которые используются на уроках. Мы можем создавать урок, этот урок мы можем использовать в следующий раз, чтобы продолжить систему уроков по какой-то теме. И на каждую возрастную группу идут различные темы, различные задания. С помощью электронных учебных программ ребятам предлагаются различные ситуации, которые могут возникнуть на улице. Школьники, в свою очередь, должны найти правильное решение. Все оборудование приобретено благодаря партийным проектам «Реальные дела» и «Безопасные дороги». Гости увидели, с каким живым интересом дети осваивают правила безопасного поведения на дорогах. Какие здесь опасные места у нас? Неверно? Будь внимательней. Попробуй еще раз. Ты прав. Так делать опасно. В декабре ожидается открытие одного из главных объектов года в городе Сапсан-Арены. Этого события ждут многие любители спорта и сторонники здорового образа жизни. Как отметил генеральный директор компании «Акрополь» Хайдар Гайсин, объект практически готов к сдаче. Сейчас здесь заключительные этапы работы. Идет заливка катка, проводится уборка помещений и оформление. Здесь, помимо занятий на льду, будут тренажерные залы для спортсменов. Депутат Зариф Байгускаров высоко оценил качество работ и саму идею открытия в Кумертау ледовой арены. Такого иметь арену ледовую в городе Кумертау, конечно, это здорово. Это будет способствовать тому, чтобы спортсмены не будут уезжать из города Кумертау, потому что будут созданы все условия для того, чтобы заниматься спортом. Это соответствует всем требованиям. Светло, уютно, все условия есть. Тем более, здесь, кроме этого, еще будет тренажерный зал. Но, конечно, это здорово, этот шаг к тому, что Кумертау развивается. Новаторские идеи начнут реализовывать в сфере дополнительного образования детей. Со дня на день начнет свою работу детский технопарк «Кванта-Лаб». Это единственный в России кванториум, открывающийся в малом городе. Официальных лес радушно встречал символ «Кванта-Лаба» робот Борис. После знакомства он предложил угадать мысли гостей. Детям интересно, да? Да, они с ним общаются. Угадай мои мысли. Борис думает, что все знать просто невозможно. Да это просто и не нужно. Тебе нравится «Кванта-Лаба». Руководитель надеется, что «Кванта-Лаба» обязательно понравится и всем ребятишкам, которые придут на занятия. Здесь будут кванты по робототехнике и программированию. На базе центра планируется подготовка будущих инженеров, которые будут развивать экономику и внедрять инновационные технологии в различных отраслях. О всех новшествах и возможностях современной площадки рассказал директор Центра детского творчества Алексей Дагукин. Каждый ребенок по своим интересам уже определится, в какой квант ему будет более интересен, где ему будут какие-то новые идеи у него будут возникать, чтобы работать над новыми техническими открытиями. Уже сейчас на занятии «Кванта-Лаба» записано более 600 детей. В день планируется принимать до 150 детей. Работа начнется буквально со следующей недели. После увиденного депутат Государственной Думы Зарив Байгускаров поделился своими впечатлениями. Я много раз слышал, что в городе Кумертау строится. Мы изначально здесь были, но то, что сейчас получилось, конечно, здорово. Это показывается, какими шагами развивается город Кумертау. Очень много объектов строится, очень много сдается. И, конечно, это очень важно для развития детей. Кто-то впоследствии станет дизайнером, кто-то станет программистом, кто-то станет еще каким-то в технологиях. Для них это все условия для развития занятия. Айгуль Мухаммедшин, Владимир Кузьмен, телекомпания «Арис». Общественный совет при отделе МВД в городе Кумертау провел очередное совещание. Общественники занимаются работой с гражданами, следят за организацией правопорядка, проводят профилактические работы с молодежью. Основной акцент на совещании был поставлен на организацию безопасности дорожного движения. В городе имеется множество аварийных участков, которые требуют особого внимания. Общественники поднимали вопрос организации кругового движения на пересечении улиц Карла Маркса, Ломоносова и Худайбердина. Общественная организация, ГИБДД, администрация, можем в этом плане наладить сотрудничество, может, какую-то взаимную информацию, какие просматриваются здесь перспективы, чтобы не просто были общественные советы, а чтобы мы вместе какие-то вопросы могли решать, помогать друг другу. Также на заседании решался вопрос о переносе изолятора временного содержания. Также рассмотрен был вопрос о переводе помещения изолятора временного содержания в другое здание. Вопрос будируется уже несколько лет. Сейчас мы уже получили решение суда по этому вопросу, выписки из архива, из управления архитектуры. Будем компоновать пакет документов с тем, чтобы обратиться к руководству Министерства Республики. Что касается того, насколько эффективна мы работаем, можно сказать, что после наших заседаний, после наших встреч, личных встреч с руководством ГИБДД, с администрацией города, несколько изменился порядок ремонта дорог. Общественный совет при отделе МВД в городе Кумертау приглашает горожан на консультации по юридическим вопросам, а также ждет предложений, касающихся работы правоохранительных органов. Павел Гошин, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».